Готовясь к новогодним праздникам, люди стараются найти продукты получше, но и подешевле. Как правило, битву за клиентов выигрывают в супермаркеты, привлекая покупателей всевозможными акционными предложениями. А вот рынки обычно отстают в аутсайдерах гонки. Я на рынке стараюсь не покупать. Почему? Потому что там обвешивают и стараются подкинуть что-то гнилое или испорченное. К сожалению, именно в супермаркете хуже качество, чем на рынке. Абсолютно качество меня не волнует, мне лишь бы подешевле. Но дешево не всегда качественно. Буквально месяц назад в одном из популярных супермаркетов города в витрине с кондитерскими изделиями посетители увидели мышь, устроившую себе праздничный пир прямо на торте. Такая антисанитария может привести к серьезным последствиям, говорит заместитель начальника главного управления СС Радий Закирьянов. То, что приносят грузуны, в первую очередь, это, конечно, лептоспироз, опасное заболевание. 50% это летальные случаи. 50%. Почему летальные? Потому что, ну, трудно еще диагностировать. И поздняя обращаемость. Зачастую начинается как остро-респираторная, непонятная какая инфекция, ставит урвей, урвитян. А когда уже у больного отказывают почки, печень, уже когда не работает, ну, уже становится ясным, какой диагноз. Не успели севастопольцы забыть про грызуна на торте. Как в сети интернет, появилось еще одно шокирующее видео. Теперь уже из другого крупного супермаркета на кадрах, снятых покупателям на мобильный телефон, в аквариумах с живой рыбой отчетливо видна рыба мертвая. В главном управлении ветеринарной медицины заинтересовались таким ассорти. В живом виде. Рыба была помещена в аквариум. В ходе содержания в аквариуме произошел замор рыбы. Нами проводилась плановая проверка. По результатам проверки директор магазина за допущенные нарушения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Акты списания на рыбу нам были предоставлены. По документам, мертвую рыбу в количестве 7 килограммов на общую сумму в 120 гривен списали. А владелец супермаркета за это нарушение заплатил максимальный штраф. Только вдумайтесь, в 306 гривен. Такие санкции смешат, говорит Кирилл Еремчук, что и влечет за собой безответственное отношение предпринимателей к потребителю. Кира Калинина, Екатерина Долгополова, Наталья Бабкевич, Виктор Кислицын. Программа «Наше время».